Всем привет! Новость о том, что на роль Цири в сериале Ведьмак от Netflix подыскивают кандидатуру, мягко говоря, не совсем каноничной с точки зрения книг внешности, уже вызвала в настоящую бурю в фанатском сообществе. Если вы еще не видели мое предыдущее видео на данный счет, ссылка на него есть в описании, обязательно ознакомьтесь со всеми деталями. Ну а сегодня я хочу сделать очень важное дополнение к этой же теме. Ведь помимо того, что в сети уже набрала обороты петиция за белокожую Цири, помимо того, что атака фанатов Ведьмака побудила шоураннера сериала Лорен Шмидт на время уйти из ее любимого твиттера, помимо того, что люди до сих пор с пеной у рта спорят, обсуждая значение уже пресловутой аббревиатуры BAME, об этом мы, кстати, еще обязательно сегодня поговорим. Так вот, помимо всего этого, сеть на днях взбудоражила новой информацией, появившейся, а позднее удаленной с реддита, о том, что на роль молодой Ведьмачки все-таки ищут актрису-полячку, и уже даже имеется и слитый кастинговый сценарий всего этого действия, который я тоже вам покажу. Короче, обсудить сегодня у нас есть что, так что приступаем. И сразу перед началом хочу вас попросить максимально распространить это видео, помочь ему лайком, комментарием, репостом. Сейчас будущие зрители со всего мира мы с вами вполне можем повлиять на решение создателей Ведьмака, так что не поленитесь. Ну что же, а начнем мы как раз с терминологии и того, что же черт подери будет с персонажем Цири, судя по самой последней информации. А уже потом перейдем к сливам, так что дождитесь. Короче, именно после того, как в слитой кастинговой заявке промелькнула аббревиатура BAME, означающая черные, азиаты или этнические меньшинства, сеть просто взорвалась сообщениями о цветной Цири. Но позднее начала появляться и другая информация. Дескать, в Англии к BAME относят и тех же восточных европейцев, славян и так далее. Так что вся шумиха была безосновательной. Что же, в Англии я, к сожалению, не жил, поэтому тут прокомментировать не могу, но вот что говорят нам словари, в том числе оксфордский и кембриджский. BAME аббревиатура для черных азиатов и этнических меньшинств, используемая в Соединенном Королевстве, дабы обозначить не белых людей. Еще раз, не белых. То есть получается, что к тем же славянам, в частности полякам, это вряд ли можно отнести. Что скажете? И вообще, есть ли среди нас тут люди, которые реально жили в Англии и могут растолковать эту непростую ситуацию, так сказать, изнутри? Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях, как в действительности обстоят дела. Я думаю, многие будут вам за это благодарны. А вообще, кто бы что не говорил, но большинство фанатов восприняли кастинг-новость именно как разрушение канона Ведьмака и образа Цири в частности, а вовсе не как приглашение поляков и молдаван для кастинга. Именно поэтому в самые кратчайшие сроки была создана петиция, которую на момент создания этого видео подписали уже более 45 тысяч человек. Уверен, что когда видос выйдет, это число еще увеличится. Кроме этого, нападки на саму Лорен Шмидт таки вынудили ее как-то отвечать. Ведь сперва шоураннер написала, мол, кастинг, не комментируя и не собираясь этого делать в надежде на то, что на этом все и закончится. Но не тут-то было. Поклонники Ведьмака просто забросали твиттер Лорен, в том числе, кстати, отыскав и один из ее ранних постов еще этой весны, где шоураннер пишет, что не собирается менять расы или культуры в книгах. А это означает, что в сериале будут и меньшинства. Таким образом, зрители запутались еще больше и еще усилили свой натиск, в том числе и вот такими вот смешными калажиками. А также замечаниями вроде «Будьте прозрачными в вопросах кастинга» и «Все спекуляции тут же прекратятся». После этого уже Лорен не смогла отмолчаться и написала, мол, она всегда таки делает, просто она ничего не говорила, например, о Геральте, пока на эту роль не утвердили Генри. И также будет и с Цири, иен и остальными, мол, все, что надо, это просто подождать. Но просто ждать фанаты были уж точно не намерены и продолжили свои атаки. Тогда шоураннер написала «Вот этот пост, дескать, с нее хватит», и она на какое-то время покидает твиттер, чтобы отсидеться в тишине. А тем временем неугомонные фанаты нашли еще один ее старый пост, вот он на ваших экранах, где Лорен пишет «Буду ли я отходить от книги и менять культуру, этнос или пол персонажа, потому что я чувствую себя так либерально в этот день?» Нет, это смешно и противоречит тому, что должен делать любой сценарист, ведь мы рассказываем историю, история идет первой. В общем, давайте сейчас проанализируем, что у нас имеется в сухом остатке. Кастинг-заявка, суть которой оспаривают, но в которой в то же время есть четкое определение о небелой расе, это раз. Затем слова самой Лорен Шмидт, правда, тоже неоднозначные, когда она говорит и о том, что в сериале обязательно будут меньшинства, и в то же время о том, что она якобы уважает первоисточник и руководствуется только им. Ну и, наконец, у нас есть еще странный факт, что, несмотря на всю шумиху, никто из официальных лиц Netflix, либо же сама Лорен Шмидт, так и не дали четкого ответа по поводу того, намерены ли они менять персонажей и какой, черт побери, будет Цири. Что в целом странно, учитывая те горы негатива, которые в последние дни валятся и на еще не созданный сериал, и, собственно, на самих его создателей. Короче, сейчас вы можете написать в комментариях, что вы думаете обо всей этой ситуации, а теперь главная новость последних дней. Информация, появившаяся на Reddit, где некий пользователь написал следующее. Итак, моя польская подруга только что получила приглашение на кастинг на роль Цири, и она будет пробоваться в четверг. Она получила этот текст как сценарий для подготовки и разнесла его по всем своим соцсетям, лол. Она белая, ее английский язык очень польский, ей 17 лет. Дальше тот же парень пишет, что его подруга не британка, а стопроцентная полячка, а еще что она очень красивая, даже слишком красивая, по его мнению, как для Цири, и в свои 17 лет выглядит очень юно, лет на 14, что в принципе как раз совпадает с тем, что было ранее написано в кастинг заявки. Думаю, лишним будет говорить, что другие пользователи встретили эту новость с настоящим восторгом, сразу начав просить друг друга поднять данную информацию в топ, чтобы ее увидели все. А вот дальше, по неподтвержденным сведениям, модераторы Reddit сперва якобы удалили все посты этого парня, но потом как-то, уж не знаю как, проверили инфу, убедились, что она правдива, и запостили ее опять уже отдельно. В общем, такая вот Санта-Барбара. При этом, даже не знаю, можно ли всему этому верить, я, конечно, с радостью первый сказал бы, что все это правда, и Цири действительно исполнит красивая 17-летняя полячка, но говорить об этом пока что не приходится. Ну и дабы уже завершить с этой темой, вот он, тот самый слитый сценарий для кастинга Цири, зеленоглазой девушке, которой никак не может быть больше 11 лет. Цири, ты кто? Геральт протягивает руку, как будто он призывает животное. Геральт, не бойся. Цири оскорбленно морщит нос. Я ей не боюсь, и я не животное с фермы, так что не надо меня так приманивать. Она вырывается и пытается убежать, но Геральт останавливает ее, хватая маленькую девчонку за шкирку. Она вырывает руку. Цири, эй, ты знаешь, кого хватаешь? Я скажу бабушке о твоих отвратительных пальцах, и она прикажет их отрезать. Ну и все в этом роде. Сейчас я не буду пересказывать прям весь этот сценарий полностью, и так понятно, что здесь мы видим первую встречу Белого Волка со своим ребенком предназначения. Которая, или точнее которая, не менее дерзкая, чем в книге. И кстати, многие из данного слитого фрагмента уже сделали предположение, что на роль Цири, раз ей тут не больше 11 лет, ищут сразу двух актрис. Одну совсем маленькую, сыграющую собственно 10-летнюю Цири, ну и вторую 16-17 лет для, так сказать, основной роли, которая будет расти вместе с самим сериалом. Но, как вы понимаете, все это сейчас только лишь предположения и догадки, а факты таковы, что этих самых фактов просто-напросто нет. Нет официальных заявлений Netflix, шуранер проекта пока что вообще скрывается от назойливых фанатов, и все, что нам предлагают делать, так это только ждать. Мне лично и вовсе уже попадались целые конспирологические теории, правда и не без зерна здравого смысла, что таким вот образом создатели сериала забросили зрителям пробный камень. Типа пройдет, не пройдет, поведется ли аудитория на такие вот коверкания персонажей или же взбунтуется. Если поведется, тогда окей, ну а если яростно воспротивиться, то ничего не поделаешь, придется повременить с толерантностью и политкорректностью и сделать персонажей сериала такими, какие они и должны быть. И в целом можно было бы сказать, что все это уже из области теории заговоров, если бы не упрямое молчание всех, кто хоть как-то связан с созданием ведьмака и отказ хоть как-то комментировать создавшуюся ситуацию. В общем, если вам не безразлична судьба будущего сериала, максимально помогите распространить это видео, пусть о всей этой ситуации узнает побольше людей. Подписывайте петицию, можете написать Лорен в твиттер, она хоть там пока что ничего не постит, но уверен читает сообщения. Мы как зрительское сообщество сейчас вполне можем повлиять на ситуацию, пока еще не поздно, так что лайк, комментарий и репост этого видоса может помочь всем нам увидеть нормальных каноничных персонажей в будущем ведьмаке. У меня же на сегодня все, я продолжаю и дальше пристально следить за этой ситуацией, и если что-то изменится и появится какая-то новая информация, вы само собой первыми о ней узнаете. Для этого вам всего-то надо подписаться на канал, кто не подписан, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока.